Школа Олимпийского резерва номер 2, альма-матер прославленного бегуна. Он-то знает, как важно иметь хорошо оснащенную тренировочную базу. Рассказывает, осенью прошлого года его коллеги получили призовые деньги по результатам чемпионата мира в Катаре. И решили раздать их другим призерам, среди которых оказался Шубенков. Он занял тогда второе место. Мне тоже часть этих денег досталось, целый миллион. Ну, в общем, моя реакция была такая же. Собственно, я совершенно не ожидал, что эти деньги у меня будут. В общем-то, конечно, это было приятно, но как-то я, ну, что ли, не отнесся к этому, как к заработанному, к заслуженному, просто как бы как подарок. Ну и решил, что, значит, я тоже должен этими деньгами поделиться. Часть денег Сергей Шубенков уже потратил на спортивный инвентарь для школы села Пруцкого, что в Павловском районе. А теперь 300 тысяч рублей на новое беговое покрытие для спортшколы. Это покрытие профессиональное. Неделю назад его привезли из Самарской области. За неделю рабочие уложили его. И вот молодые юные спортсмены опробуют это покрытие. Прежнее было толщиной один сантиметр, новое больше. Это и безопаснее, падать не так больно. И удобнее, что подтверждают сами юные легкоатлеты. Ноги медленнее бегали, а сейчас она мягкая, легко цепляется и быстрее. Получается. Подарок стал приятной неожиданностью. В ближайших планах школы не было замены покрытия. По словам самого Шубенкова, он потратил не все призовые. Часть еще ждет своего часа. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.